Боготворится тварь, как будто это Бог. Огонь, вода, земля, луна, зверьё и птицы. Не поклоняться тваре человек не смог. Настолько хороша, чтоб солнцу поклониться. Но Бог невидимый сокрыт был пеленой от глаз застуженных на северном безмолвье, и восхищался Чукча ущербной луной, и в интернет неверия его дракон уловит. Простёртые руки вверх в Египте, в Вавилоне, звероподобные башки просили страшных жертв. Лишь Авраам, борец, главу он к Егове склонит, но он один, всего один, один как перст. Но звёзд плеяды, млечный путь вверху, зовут подсчёту будущих потомков. Соломщик нёс солому и натрёс труху. Вот столько будет христиан на древе тонком. Боготворение людей и пакостных людишек готово завершиться с человека Богом. Пока по мавзолеям таких клопов излишки, потом уже выбросят уродца по этих скопам. Блажен, здоров и счастлив тот избранник, кому Бог Егова открылся в Божьем Сыне. Тот, простираясь ввысь, в молитве самые ранние, и в Антарктиде в стужу духом не остынет. Боготворят увышленно, подспудно. Очередной на выходе исчез в момент пузырь. Кумиры рушатся, Бог беспощадно судит. Таков прелюбодейный этот пошлый мир. Нельзя Творца совсем никак изобразить. Пусть и не чтится зряшно любой иконописец. На теле нации Божок лишь поразит. Не совратить души, о том начнём молиться. Бог Егова, Саваоф, Миров создатель дивный. Сказал он и явилось под покровом тайны. Бегут, текут, всё в красочных картинах. Художник и творец он вечно. Самый главный. 9 октября 2010 года.